Все новое, это хорошо забытое старое. Вот это кресло не новое, но оно не старое и тем более уж не забытое. В общем, простите за афоризмы, не знал как начать. Это DXRacer Gladiator G8 200. Кресло и правда не новое, ему уже около двух лет. Причем конкретно этому креслу, который находится в нашей мастерской студии, тоже около двух лет. Так что самое время освежить взгляд на данную линейку и заодно затронуть тему надежности и долговечности. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Для тех, кто уже приготовился мотать ролик вывода, мы сделаем краткие выводы прямо сейчас, а потом уже детально все обсудим. DXRacer Gladiator G8 200. Это модель, которая отлично подойдет пользователям среднего телосложения ростом аж до 200 сантиметров. Оно имеет достойный функционал, разве что у спинки угол отклонения не самый большой. Но все же этого достаточно, чтобы комфортно как поработать и поиграть, так и расслабиться. На момент появления этого кресла смущало отсутствие ременных подвесов, которые отвечают за поддержку вспененного наполнителя. Однако за два года активных тестов гостями нашего шоурума никаких ощутимых или даже заметных деформаций наполнителя в районе сидения не замечено. Немного вытянулась обивка, но это можно заметить лишь стягивая ее руками. И напоследок только некоторых могут смутить ремни, которые никак не спрятаны. Хотя проблема скорее надуманная. А теперь с вашего позволения приступаем к полноценному обзору. Для начала важно отметить, что есть еще модели DX Racer Gladiator G8000 и G8100. Они немного отличаются размерами. И в случае с G8000, который можно назвать самым младшим, еще и функционалом. Но сегодня мы говорим именно о G8200. Описывать дизайн словами не буду, вы и так все видите. Классический, эталонный, называйте как хотите, игровой дизайн. Цветовых исполнений 11. И чтобы не перечислять все сочетания, просто посмотрите сами. Есть из чего выбрать, и это радует. Кресло может зацепить ваш взгляд, подходить под ваш бюджет и даже привлекать функционалом. Но все это будет не иметь никакого значения, если габариты кресла вам не подойдут. Поэтому начнем с размеров. Высота спинки 88 см. Ширина в плечах 58 см. В талии 48 см. И в бедрах 52 см. Глубина сидения без подушки 51 см, а до подушки 45 см. Высота сидения минимальная 48 см, а максимальная 56 см. И хоть выдержать кресло может пользователя до 150 кг, крупногабаритных ребят вроде меня поддержка в ногах может стеснять. При рекомендуемом росте до 200 см, я рискну от себя предположить, что данное кресло это отличный вариант для высоких пользователей со средним телосложением. Конечно, цифры это одно, а личные ощущения это совсем другое. Так что если кресло вам понравилось всем, кроме моего предположения, то я вам предлагаю не полениться и лично опробовать его, так скажем, своим телом. Вы сделать это можете где угодно, в любом в принципе шоуруме, но напомню, что это кресло взято из нашего шоурума и после съемок вернется обратно же туда. Помимо размеров за посадку отвечает наполнитель, и здесь все привычно, как у DX Racer. Надежный вспененный наполнитель, который отлично держит свою форму сквозь года. Держится он на металлической раме и ременных подвесах, которые находятся только в спинке. Вот изображение конструкции с официального сайта DX Racer. Были опасения, что отсутствие ременных подвесов снизу станут причиной просадки наполнителя. Однако вот, креслу два года и смотрите на сидение сами. Деформации не произошло, что не может не радовать. Вспененный наполнитель находится как в спинке и сидении, так и в нижней подушке. Исключением стала верхняя подушка, наполненная синтепоном. Она не такая упругая, как нижняя, но для головы этого более чем достаточно. Подушки крепятся на эластичных ремнях и их, конечно же, можно отрегулировать по высоте. Верхняя подушка хоть и не имеет карабина, но может крепиться к проушинам с помощью комплектного крепления. Обивка всего кресла это прочная эко-кожа. За два года она лишь только потеряла свою матовость, что происходит практически с любым креслом из этого материала. А также в районе сидения она совсем немного вытянулась, но это не выглядит как складки. Ощутить данный эффект можно лишь стянув руками. Смотрите, тех, кто обзавелся креслом из эко-кожи, но не обзавелся кондиционером или вентилятором, в летний жаркий денек будет ждать веселый сюрприз. Но все же эко-кожа эко-кожа рознь. Она может нагреваться по-разному и для этого у нас существует специальный температурный тест. После часа, проведенного в кресле, поверхность нагрелась в среднем на 9 градусов, что является привычной нормой для кресел из данного материала. 9 месяцев в году особых проблем вы не испытаете, неважно, есть ли у вас дома климат-контроль или нет. Но вот жарким летом без охлаждения помещения, а если еще и солнышко лупит прямо в окно, готовьте шпатель. Гулыми участками тела будете прилипать. Повторюсь, кондер спасает безупречно. Вентилятор тоже выручает, но если у вас нет возможности пользоваться данными благами, то все-таки стоит рассмотреть кресло из сетки или ткани. Поговорим о механизмах. Спинка может наклоняться на 135 градусов. Далеко не рекорд для кресел DX Racer, но тут почему-то решили сделать именно так. А вот подлокотники как раз... А вот подлокотники как раз-таки рекордные 4D. То есть их можно двигать вверх и вниз, также регулировать влево и вправо, еще вперед и назад. Ну и конечно же настроить наклон к себе или от себя. Механизм качания также не подкачал, это мультиблок. Что означает возможность как покачаться, так и зафиксироваться в разных положениях наклона, в отличие от типа Top Gun, который позволяет фиксироваться лишь в ровном положении. В основе механизма пружина, жесткость которой конечно же можно регулировать. Из механизмов остается только газлифт, здесь никого и ничем не удивишь. Кресло поднимается и опускается, вращается по своей оси и амортизирует при посадке. Класс газлифта четвертый, что в принципе даже очевидно, исходя из допустимого веса пользователя в 150 кг. Остается пожалуй крестовина. Выполнена она из металла, имеет декоративные вставки в цвет вашего кресла и стоит на 3-дюймовых колесах, которые можно встретить даже в самых топовых линейках от DX Racer. Катаются по полу они хорошо, а как они звучат лучше услышать вам самим. Ну что ж, я лично рад, что очередной представитель от DX Racer отлично справляется со своей задачей. Гарантия на раму от производителя пожизненная, а на все прочие элементы два года. И спустя эти самые два года кресло вообще не стыдно показать вам. Да, ремни не спрятаны, что присуще более дорогим моделям, и нет ременных подвесов внизу, однако кресло до сих пор вид имеет и ощущается хорошо, в том числе и благодаря широкому функционалу. Хотите поделиться мнением или задать вопросы, обязательно пишите в комментариях, а так будем прощаться. Спасибо большое за просмотр, не забывайте про лайк и не забывайте про подписку, нам это очень поможет, а вам в принципе не сложно. Всем удачи, всем комфортной посадки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok